Просто ему раз дадут Конечно, хочется наказать за такое И Лендрю сам знает, из-за чего там А ты тренируешься у Александра Шлеменко? Скромный парень из Дагестана В глаза он не словно не сказал, что там что-то решил написать Из-за этого я ушел с хардкора Хорошо, еще Давай еще Все, блин Работай Все, что-то, блин Еще, еще Еще, еще Еще, еще Слав, расскажи, что у тебя в голове происходило в третьем раунде? Потому что уже все, как бы твой бой И вот тут происходит нокдаун, тебя ведет Что в голове творится? Знаете, я не впервые в такой ситуации Я привык вставать после падения Как я уже говорю, не важно, как ты бьешь А как держишь удар Я научился держать его хорошо и отвечать в ответ Поэтому Сегодняшний бой, это не показатель моего уровня вовсе Прошу извинения прощения среди зрителей Что показал такой бой среди своих тренеров Это мои 20% Я говорю вам на полном серьезе И я готов к большим вызовам и к большим именам Я уверен, я покажу все свои 80-90% И они удивят всех Расскажи, откуда взялось прозвище «Бешеный бык»? Прозвище взялось спонтанно, но Я 97-го года, в год «БК» Ну и, наверное, это проявление моего характера Проявление моего характера И татуировка тоже, да? Это как бы отсылка Это отсылка, да Я стараюсь соответствовать образу Редко видим бойцов из школы «Шторм» Именно в кулачных боях А ты тренируешься у Александра Шлеменко? Или представляешь школу один из филиалов? Нет, я тренируюсь, представляю школу Тренируюсь в зале бокса У Александра Павловича Шлеменко Мы разносторонне готовимся С Александром Павловичем Шлеменко И с Ушаком Виктором Геннадьевичем Моим тренером по кулачной подготовке Именно мы с первого боя с ним вместе И он вклад в меня большой вклад Как и «Школа Шторм» Я выражаю огромную благодарность им Это все благодаря им Шлеменко что-то говорил перед... Говорит вообще перед боями кулачными или после них? Ну, надеюсь, он сегодня Одобрительно выскажется в мою сторону А предыдущий бой, конечно, он был в восторге Я бы сказал, ну, он поздравил меня Огромную ему благодарность Но сегодня я не показал тот уровень, на что способен Но все равно постарался сделать все, что мог и выиграл бы Когда ты говоришь о больших боях Какие тебе в голову имена приходят в первую очередь? Знаете, сейчас я готов сделать вызов Я думаю, 5-0 тому подтверждение Достаточно времени будет для корректирования моего лица Поэтому я думаю, к работе вернусь в нормальном состоянии Вот сейчас тебе чек дали, бонус 50 тысяч рублей А сравним он с той зарплатой, которую учитель физкультуры сейчас получает за месяц? Нет, конечно, не сравним Сильно больше? Сильно больше, бонус А учителем в каком городе работаешь? Я работаю учителем в городе Омске Вот, поэтому Как бы Это в данный момент является моим хобби Но Я при большом желании хочу сделать его основной работы Я считаю, у меня неплохо получается Меня поддерживает моя вторая половинка Валентина Спасибо ей большое за это Что всегда со мной, всегда рядом А дети, кстати, которых ты учишь Смотрят в бои твои? Да, смотрят в мои бои Но я стараюсь Я не разговариваю с ними на этот счет Потому что Держу карьеру в секрете от детей Потому что это жесткий спорт И Я не хочу подавать Такой кровавый пример А из тех, кто тебя там видел И что ты тебе говорил Что говорим? Конечно Все поддерживают Меня Желают удачи Спрашивают про бои Ну, я стараюсь отвечать кратко Что Все Будет, все узнаете Друзья, на аплодисменты Ну, Родил А тебя перед боем так представили Что на твоих боях бывает Ислам Махачев, Хабиб и Хазбик Да, или что-то такое А понимаешь, почему так представили? И Они представили Типа То, что я родом Оттуда, где Хабиб Ислам Махачев и Хазбик Честно Представление не очень понравилось Так как Как будто насмешка какая-то была Типа Мало А никому неизвестный Скромный парень из Дагестана Хотя Чем витрилу Чем 90% бойцов Которые здесь выступают Меня больше знают В индустрии попа ММА А меня представили Каким-то ноунеймом Честно Чуть-чуть обидно за это Ну, вот Почему не выступал в кулачке Так продолжительно Вот последний бой Получается с Лендрушем же был И И после этого Такая пауза Долго Честно Травмы были Плечи больные были Из-за этого я ушел с хардкора Из-за того, что плечи больные были И продолжил там драться Тут Залечил травмы свои Мой менеджер Макс Закинян В нужный момент Связался со мной И я связался с ним Через определенных людей И он очень сильно Смотивировал меня И помог Выступить и меня в РССИ Харт Бой с Лендрушем Для тебя Самый желаемый Ну, реванш Я имею ввиду В кулачке Самый желаемый Бой С Лендрушем Ну, одним Или два боя Там осталось В кулачке В хардкоре Думаю РССИ Харт Может его заинтересовать Что у тебя сейчас есть За счет чего Ты можешь Победить И взять реванш Честно Не хочу Возвращаться К тому бою Там Свои моменты были За которых я проиграл Я готов был К тому бою Очень сильно Я пахал Прям каждый день Когда мне сказали Что я с ним выхожу Люди сами знают И Лендруш сам знает Из-за чего там Я проиграл Пропустил этот удар Что было до этого удара Все знают Ну Вот и все Короче, в реванше Будет все В реванше Все будет по-другому Так как я Два года не просто Ходил пряники Кушал Каждый день Впахивал в зале Прям каждый день В субботу Вообще нет выходных Когда я не в зале Вообще не брал перерывы У меня в голове Вот это все То, что я проиграл ему Очень сильно расстроился Тогда Поэтому Самый желаемый Бой Реванш Лендруша Капиана Еще 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 На конца Правый Снизу Правый Снизу Дерни левый Speaking of Сам начинай Сем Сам начинай Сем След � guessed Glor Lle Прямо Делай Гол хл Нибр Русик, не жди его, Русик, не жди, сам работай. Русик, не жди, не жди. За ножку, за переднюю. Хорошо, Русик, отлично. Отлично, Русик, внимательный. Не стой, не стой, не стой у канатов, не стой. Хорошо, смотри, что, красавчик. Ручки, хорошо. Не рубись, Русик, не зарубайся, двигайся, двигайся. Двигайся. Хорошо, Русик, правая рука выше. И что, он хорош. Дергай, дергай, не кидайся, сам пойдет сейчас на тебя, сам. Дерну, дерну, дерну. Вот здесь, задняя рука начинает. Ручки, руку выше, ручки выше, внимательный. Хорошо, хорошо, руки, дергай, не стой. Вот, хорошо, не спеши. Работа, работа, работа. Ручки подними, руки. Хорошо. Руку держи, руку держи, не стой, клинчуй, клинчуй. Давай поговорим про чемпиона топ-дога, помещаем. Ты второй раз, я так понимаю, ты в углу у него будешь? Да, планирую, планирую, в углу, конечно. Скажи, пожалуйста, сегодня соперник у него, знаешь, мы-то привыкли только на мэй делать, для нас кулачка делать новое такое. А Солжан дрался уже у нас, выдавал шикарный поедик и изучал ли ты лично сам, потому что, ну, хамич это такой амбасадок топ-дога. А есть ли у вас Солжана шансы быстро нафаутировать в мячах? Наверное, ну, быстро. С мячом быстро расправиться, я думаю, очень будет тяжело в принципе любому спортсмену, не только Солжану. Я посмотрел поизжалову и могу сказать, что, во-первых, на голу-кулакан шансы есть абсолютно у всех, на абсолютный его исход, это первое. А второе, что очень неудобно, потому что, как с соперницей, здесь нет какого-то явного поводитого на всю украшение. А еще ему отключаться, и это нас ждет очень куда-то, если вы будете проехать в мягку, когда он улучшится. Ерман, давай! Все, просто. Вместе? Все, просто очень. Терплю. Пойдем, пойдем, дедай. Деркай, ерк, дергай. Ерба, послаловы будет. Руки выше. Хорошо. Да, да. Отлично. Да, да. Отлично. Дергай, дергай. Хорошо, да. Не ведись, не ведись, не ведись. Не спеши. Джек, Джек. Не спеши. Не спеши. Давай, работа. Руки-роки подними. Да, да. Руки-роки подними, да, да. Я на левую голову, на правую голову. Вот сейчас бей. Бей голову. Да, да, не спеши. Давай, давай, давай. Давай, давай. На ногах. Я максимально. Пау-пау-пай. Чичоро, работа! Вера, работа. Руки выше. Вера, работа, руки выше. Вера, в основном. Завет. Работа! Единогласным решением судей, на глазах своей мамы победы Расскажи что два часа с тобой делали? Вообще, слушай, ну меня полную диспансеризацию прошел практически Лор, окулист, лицевой хирург, всех посетил. Что в итоге по травмам, что главное? Да, мне, короче, важно было глаз проверить, потому что мне попал вазелин, но я предположил, боюсь, что вазелин попал, и у меня пелена была левому глазу, вообще просто не видел, прямо на саму сетчатку, вот, да, вазелин, и просто левым глазом вообще ничего не видел, Вот, и важно было проверить, вазелин это или что-то с глазом, короче, поэтому плюс мне, видишь, как аккуратненько, как зашили все ювелирно, они так долго работали, перфекционисты ребята, короче, оказались Ты довольно жестко во время боя попадал по Герману, но он в какой-то момент начал, значит, на твои удары отвечать таким ехидными выигрыгами, ну, типа, ему вообще не чувствуется А тебе, насколько это на тебя влияет, не знаю, раззадоривает или там азарт какой-то дополнительный? Ну, провокации обычно такие, ну, не то, что меня не раззадоривает, это, конечно, хочется наказать за такую, знаешь, за всякие там, типа, понты, мне не больно, но, типа, так вот Но я все-таки понимаю и смотрел его бои, что он так поступает, и это как такая провокация выманить, и, как бы, мне сразу мой тренер Алексей Ганенко сказал, что, типа, не ведись с холодной головой, аккуратненько не лети вперед Вот, вроде, я еще не смотрел бои, но, вроде, я не поддавался на провокации После боя от тебя, наверное, ожидали, там, какой-то вызов услышать или что-то в этом духе Кому ты готов сейчас в кулачке, учитывая, что второй бой прошел, ты, вроде бы, себя уже прям комфортнее гораздо чувствуешь Кого бы тебе хотелось дальше видеть? Ну, я готов к топам среднего дивизиона, да, и, как после первого боя я вызывал Дауда, говорю, мне интересен, да, там Кратос в кулачке в среднем дивизионе, да, то есть, ну, такие именно медийные топовые имена Как думаешь, с кем реальный, ну, и с кем бы тебе, может, больше хотелось бы Дауд Вот только ворвался тоже в RCC, первый бой провел Кратос уже давно в кулачке В топ-доге, в основном, такие у него бои очень яркие, разные по стилю бойцы, вот с кем бы тебе хотелось попробовать Да, честно, без разницы, вообще, то есть, попробовала бы на каком-нибудь В крупном турнире, я думаю, я показал уже, что могу в кулачке работать и могу зрелищно работать тоже, вот, и как бы тоже с парнями, которые бились до этого в кулачке Я, можно сказать, новичок, но, то есть, сразу так врываюсь Себе в ММА имя сделал, в ACA, по сути, до пояса дошел, сейчас второй бой твой на кулачке И, как правило, знаешь, бойцы ММА, которые сформировавшиеся и переходят в кулачку, они переходят там, заработать, еще что-то Получилось ли у тебя уже в кулачке заработать, ну, не знаю, больше или сравнимо с тем, что ты получал в ACA? У меня получилось поднять свой ценник, очень даже получилось, да, повысить собственную планку Это, наверное, и не только моя заслуга, а заслуга моих менеджеров Владимира Мышева, Виталика Тарасова То есть, да, их такая именно проделанная работа в этом плане, с этой стороны, так скажем Поэтому они качают за то, чтобы мой ценник подрастал, и поэтому спасибо им Что сейчас для Валеры было бы логично? Вы сейчас обсуждали, да, про Давуда, говорили, насколько это реально, нереально? Ну, вообще нужно, я думаю, поздравить фанатов кулачной индустрии, что зажглась новая звезда В частности, зажглась к Владимирову Мышеву, потому что они давно дружили с Валерием И он ему предложил, все, поговорил со мной, сказал, давай попробуем Вот мы попробовали, да, поговорили с Николаем Кременко И получается то, что бывший президент на титул ACA, бывший президент на титул М1 Это уже большие датитулы, и вот он переходит сейчас кулачку И два проводят таких ярких боя, при том, что второй бой он проводит в 98 килограмм Не в своей весовой категории, и по факту бой так уверенно в одну сторону забирает Поэтому я думаю, что здесь всех можно поздравить Однако касаемо дальнейших планов, я думаю, Владимир тут больше скажет Вот мы сейчас буквально сидели, обсуждали с ним, что можно Ну, вот было логично про Даута Ну, в принципе, да, Даут и Кратос мы обсуждали Мне кажется, на самом деле, лично для меня, учитывая, что мы планируем дальше двигаться В первую очередь с лигой RCC, провести бой, наверное, с Кратосом здесь Потому что он, ну, очень, видим, как мы его ценят здесь, на земле его родной, как его любят Какое количество фанатов, и, в принципе, его бои всегда довольно зрелищные Мне кажется, что бой с Кратосом прям бы помог сильно всем тут полюбить кулачку и собирать именно как первый турнир Уралец Поэтому мне кажется, что эта история более перспективная Но Даут, знаешь, Гераслав, можешь один момент добавить сюда, к словам Владимира То, что Кратос еще находится на контракте у Топдога И из-за этого может быть небольшая проблема, да, потому что они, наверное, тоже хотят, чтобы он выступал А Даут, как мы понимаем, он находится только на контракте сейчас у RCC И здесь чуть-чуть один бой, да, насколько мы знаем, усведомлены Чуть-чуть проще было бы, мне кажется, это сделать А так, один и второй вариант были бы крутыми Но все-таки надо вот еще раз подметить, что Валера все-таки первоначально это боец 84 Ради громких боев можно прыгать, но мы видим его первостепенно в 84 килограммах И этот вес, как мы знаем, вообще в кулачке достаточно популярен во всех организациях Но мы при этом считаем, что Валера, наверное, самый опасный уже сейчас претендент для всех ребят в этом дивизионе, однозначно, я могу сказать Хорошая работа, сейчас хорошая работа Подсват на левую, правую Правый, правый сейчас Левая, правая Друзья, единогласным решением судей Победу в этом жестком поединке Обижал Олег Фавич Мухрый, брат, да Уровень переживательности сегодня по шкале от 1 до 10 Сравни, ну, сравни с предыдущим турниром РСИ Блин, здесь все так быстро происходило Я на самом деле уже вот сказал, даже не успел осознать, где нахожусь, чтобы в полной мере начать переживать Ну, все-таки тот турнир для меня был более валидольный, тем более там было сразу три бойца Здесь, конечно, тоже, ну, деревянка не заставляет вообще, в принципе, не оставляет времени за себя переживать Уверенно в очередной раз побеждает Ну, переживал, переживал за Олега вот во втором раунде особенно Все равно тяжело объективно оценивать, потому что я лицо заинтересованное и питаю теплые чувства коллегу Поэтому, ну, не так, не так, как в прошлый раз я переживал В прошлый раз все-таки было побольше Фавич уже второй раз подряд дерется в дружеской лиге А есть ли для него какой-то вариант в топ-доге сейчас? Конечно, есть, ты же знаешь, как его зовут Сейчас, сейчас, конечно Имели очень хочет еще раз подраться с Олегом Это был, мне кажется, на самом деле лучший бой Имели И потому что он показал в ринге, и потому что, и по оппозиции, которая ему противостояла Сейчас мне также кажется более логичным и интересным противостояние Имели против Александра Северина У них там есть что между собой выйти Плюс к такому бою, я считаю, нужно как минимум проводить диалог лицом к лицу, а еще лучше конференцию Там эти ребята смогут пообщаться вдоволь и раскрутить для нас этот поединок Поэтому, мне кажется, это было бы всем интересно И если Игорь там одержит победу, то всем будет очень интересно посмотреть Плюс, это мы еще забыли, у нас же есть еще русский богатырь У нас есть русский богатырь, у нас есть Марсель Ханов, который хочет вернуться в Сено И снова также добраться до Олега Поэтому тут у всех достаточно вызова, всем есть с кем драться Надо только делать эти бои, делать эти турниры И мы посмотрим, кто на кого выйдет в итоге Сейчас так получается, что Имели становится одним из самых главных токсичных персонажей в лиге Который как бы на себя весь огонь собирает Вот сейчас с Кратосом сегодня записывали У него есть к нему вопросы, ну я имею в виду Сергея У Алого Зверя до сих пор, наверное, остался какой-то незакрытый вопрос У Зверя там точно остался какой-то незакрытый вопрос Ну, мне не кажется, что Имели токсичный персонаж Не, ну в хорошем смысле, что он на себя как бы такое, знаешь, негативное внимание со стороны коллег собирает Что ни одного человека не видел, кто негативно бы к нему относился вживую Всегда все наоборот о нем хорошо отзываются И вроде и в комментариях на самом деле И только про коллег бойцов, да, что есть? А коллег бойцы очень негативно к нему относятся У него даже выложил в инстаграме фотографию, где он сидит в виде блондинистой девушки на диване А четыре вот как раз-таки негативно настроенных бойца ждут его в свои руки кулачные Поэтому, мне кажется, для Игоря сейчас самый интересный рамс это с Александром Севериным его ждет Да, Имеля пытается тоже достать, так он идет и по спортивному пути, и по пути там через интервью У вас был бой Как он меня пытается достать, если я две недели назад с ним был на одних соревнованиях На ИФО Он мне улыбался, сидел И вообще даже там не промелькал ничего про наш бой А если он там что-то написал, ну, вы должны понимать В глаза он мне слов не сказал, там он что-то решил написать Ну, делайте выводы сами Он пьет пиво, а я пью горилку В плане гориллу Вот и сами думайте Сейчас, Имеля, знаешь, у многих бойцов такое вызывает чуть негатив Из-за того, что у него такой образ, что он там пьет пиво, выходит и при этом побеждает А у тебя вызывает это какой-то негатив? Ну, типа там негативно выставляет, спорт там представляет Я не считаю это правильным Потому что, если ты подаешь правильный пример по жизни, да, кому-то Ты должен до конца так делать А это он как будто и синьку пропагандирует, да И в то же время здоровый образ жизни, я чуть не понимаю, да Если ты, ну, занимайся одним делом Как бы он хочет рыбку съесть, сами понимаете, что сделать Так не бывает, это до поры до времени Просто ему раз дадут, ну Не знаю кто, кто-нибудь, да, ну, образно говоря И вот здесь все синие дела вылезут Вот и все Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!